Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Именно в этот день, в 1832 году, петербургский акушер Андрей Вольф впервые удачно провел переливание крови, что спасло жизнь его пациентки. Накануне праздника люберецкие медики провели акции на предприятиях и в организациях городского округа. На призыв сотрудников станции переливания крови поделиться жизненно важным компонентом откликнулся коллектив люберецкой теплосети. С самого утра актовый зал организации стал большим медицинским кабинетом. Операции были, нет? Нет. В донорской акции приняли участие более 30 сотрудников компании. Для Алексея Савчука это первый опыт добровольной сдачи крови. Но, уверен мужчина, не последний. Любим Россию. Надо помогать. Если есть возможность, кому-то эта кровь нужна, может она кому-то поможет. Подобная практика проходит впервые для самой организации. Раньше сотрудники теплосети централизованно посещали станцию переливания крови. После визита врачей решили возобновить давнюю традицию. Люберецкая теплосеть, как вы знаете, обеспечивает жителей городского округа и горячей водой, и теплом. И надеемся, что кровь, которую мы сдадим, это поможет и будет своеобразным теплом наших сердец, которое поможет выздороветь. Перед сдачей крови важно придерживаться определенных правил. Не принимать за двое суток до процедуры жирную, копченую, соленую пищу и алкоголь. А в день донации по завтраку с чаем и печеньем. Только так кровь принесет пользу тем, кто в ней нуждается. Кровь очень востребована. Хочу напомнить, что у нас есть третий стационар, в котором лечатся наши тяжелобольные ковидом. И у них достаточно много осложнений, конечно. Мы много очень даем крови туда. Соответственно, хирургические наши два стационара, которые очень много, очень востребована кровь. Всех групп нет такой крови, которая не нужна. Такие выездные акции сотрудники станции переливания крови проводят постоянно. На следующий место фету доноров примет коллектив научно-производственного предприятия «Звезда». Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.